Приветствуем всех, кто находится сейчас у экранов. Телевидение Электрогорска начинает свое вещание в студии Татьяны Пыринова с информационным выпуском новостей. Присоединяйтесь к просмотру. Главная тема дня на сегодня – санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе. Сотрудники МВД России 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник. Уборка городских территорий. Сергей Дорофеев совершил рабочий объезд. Жилье докторам и губернатор Подмосковья поручил расширить программу льготной импотеки для врачей. Обзор чрезвычайных происшествий и правонарушений. Спортивные достижения электрогорцев. Бумажный бум. Экологическая акция по сбору макулатуры проходит в городском лицее. Репортаж с оперативного освещания. Прогноз погоды. По состоянию на 8 ноября в нашем городском округе сложилась следующая обстановка по заболеваемости COVID-19. 2065 случаев заболевания, плюс 59 за неделю. 1812 жителей выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. 217 человек находятся на лечении. 36 человек скончалось. Еженедельно прирост заболевших составляет более 60 человек, что очень много для нашего небольшого города. Защитить себя и своих близких от этой страшной инфекции можно, пройдя вакцинацию, которая совершенно бесплатна для граждан старше 18 лет. На сегодняшний день это наиболее эффективный способ. В Электрогорске прививку можно сделать в прививочном кабинете взрослой поликлиники с предварительным осмотром у терапевта в кабинете номер 8. График работы в будни с 8.00 до 19 часов, в выходные с 8 утра до 13. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Запись осуществляется любым удобным способом. По телефону горячей линии больницы 8 999 878 4316, по короткому номеру 122, на региональном портале услуги mosrec.ru в МФЦ. По-прежнему обязательным является использование средств индивидуальной защиты в общественных местах и не забывайте чаще обеззараживать руки. От нашей сознательности зависит наша жизнь, жизнь наших родных и близких. Только совместными усилиями мы сможем установить рост заболеваемости. Берегите себя и будьте здоровы! Сотрудники МВД России 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник. День сотрудника органов внутренних дел. Он был утвержден указом президента страны 10 лет назад. До реформы ведомства в 2011 году, когда милицию переименовали в полицию, он назывался Днем Российской Милиции. А с 1962 по 1991 год Днем Милиции. Сегодня ребята из детского сада «Колокольчик» рассказали, как они представляют себе работу полицейского и трогательно поздравили всех причастных с праздником. Саша, расскажи, а кто такой полицейский? Он носит фуражку. Ну, это тот, кто ловит преступников, охраняет нас. Он носит фуражку, костюм. Есть машина у него. Полицейский – это тот, кто охраняет всю страну, ловит преступников. Он должен быть сильным, отважным. У него есть пистолет, наручники. Полицейский – это тот, который охраняет нашу страну, который ловит преступников, храбрым, сильным. У него должна быть фуражка, значок, пистолет. Ты сам бы хотел стать полицейским? Да. А почему? Я хочу защищать нашу страну. Это те, кто охраняет нашу страну. Там еще есть девочки. И они? Красивые, хорошие. Какое самое главное качество полицейского, как ты думаешь? Смелые. Россия сегодня всех поздравляет, кто наш покой всегда охраняет. Полиция очень-очень важна. Желаю вам счастья, добра. Поздравляем с профессиональным праздником, с Днем российской полиции. Желаем больших перспектив, карьерного роста, возможности реализации и развития. Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным плечо напарника, крепкой силой воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех благ. Каждый вторник глава Электрогорской инспектирует городские объекты. Текущая неделя не исключение. Съемочная группа, как всегда, отправилась вслед за комиссией. Начали объезд с улицы Советской, дом 32А. На прилегающей к магазину территории и вдоль пешеходного тротуара необходимо убрать мусор, смет и опавшую листву. Магазин пусть убирает тогда. Андрей, это вот, ну вот, вошли пускай. А, Михаил Юрьевич, извините. Пошли, своих будут убирать, захватим до этой штуки. И все. Далее прошли по дворовой территории улицы. Обратили внимание на содержание и порядок. Ведется облицовка фасада многоквартирного дома номер 35. С вопросом обратился житель. Почему нет утепления выше пятого этажа и, соответственно, цоколь такого утепления? Мы это делаем в соответствии с чем? В основном, что техэтаж у нас не обогреваем. А техэтаж это что такое? Это выше продушин, где у вас идет технический этаж. Выше чего? Продушин? Вот там верхние продушины, вентрешетки, видите? Вот вентрешеток я перекрываю плиту перекрытия верхнего этажа. Утепление техэтажа имеет смысл абсолютно, он холодный. Я утепляю плиту перекрытия, то же самое, что первый этаж, ниже плиту перекрытия на 46 метров. То же самое верхний, перекрытия перекрывали, он не понятен. Соответственность проекта? Абсолютно. Есть замечания по мусору между ЗАГСом и магазином «Пятерочка». Проехали по Рязанке, глава поручил убрать с мёта песок. Проинспектировали частный сектор улицы Некрасова, Пушкина. Где-то нужно убрать мусор, где-то произвести опиловку кустарников для более удобного обзора дороги водителями. На улице Лермонтово ведется ремонт дороги. Посетили дорогу на Лермонтово. Подрядчиком заканчивается работа по нанесению асфальтовой крошки, то есть окончательный уже слой выравнивающий. Работа тоже будет закончена, все на этой неделе. На улице Чкалова, дом 3, завершается текущий ремонт подъездов. Проверили качество выполнения работ. По просьбе жителей выезжали на текущий ремонт подъездов. На Чкалово, дом 3. Есть вопросы к подрядчику, которые тоже будут устранены. Проверили состояние площадки для сбора крупногабаритных отходов. Мегабак. Здесь явный беспорядок. Надо беспорядок наладить. Давайте, я не знаю, там дворников снимите, устроить какой-то субботник. Это ужас. Ладно, листва еще валялось бы, я вообще понял. Но тут, смотри, тут вообще уже мусор, гвозди. В городе организована работа по ликвидации несанкционированных свалок, уборки опавшей листва и мусора, закрепленных за подразделениями территорий. Продолжается уборка и вывоз смета и грунтовых наносов. Несмотря на плохую погоду, сегодня провели очередной объезд по городу. Очень много замечаний по содержанию и дорог, и территории. Конкретно по уборке мусора у МОЗ Автодора есть вопросы. По уборке при бордюрной части к МБУ дорожного хозяйства есть вопросы. Хотел бы обратиться, наверное, к жителям, проживающим на Чикалово, дом 1. Сделали там тротуар хороший, чтобы было комфортно нашим жителям передвигаться до автобусной остановки. Но, к сожалению, многие водители считают возможным переезжать через этот тротуар по грязи. Поэтому хотелось бы обратить на это внимание, что, наверное, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Поэтому попрошу посерьезнее относиться к этому моменту. Ведь объехать через Чикалово 1 через Бирбанк не так уж и много времени займет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал поддержать врачей и расширить программу льготной ипотеки в регионе. На ВКС с руководящим составом правительства Московской области и главами округов он поручил довести число выданных сертификатов до 300 к концу года. Хочу поблагодарить большую дружную команду наших врачей и медсестер, всех, кто задействован в системе здравоохранения, спасает жизни, лечит людей. Эпидемия продолжается практически два года. Нагрузка на систему здравоохранения очень высокая, сказал на совещании губернатор. Врачам нужно помогать, и я обращаюсь к главам территории. Знаю, что вы работаете в тесном контакте с главными врачами. Он попросил внимательно следить, какая помощь оказывается или может быть оказана врачам. Чтобы врачам Электрогорска получить субсидию, им нужно отвечать ряду критериев. Установлены требования к специализации врача. Так рассчитывать на помощь могут только специалисты, занесенные в специальный список. Претендент должен иметь стаж работы в здравоохранении не менее трех лет, законченное высшее образование и обладать ученой степенью или первой и высшей квалификацией. Исключение составляют работники скорой помощи, педиатры, терапевты, реаниматологи и анестезиологи. Ипотеку дают только врачам моложе 45 лет женщины и 50 мужчины. Еще они не должны иметь собственного жилья в области. Допускается наличие недвижимости в других регионах. Ипотека дается одному человеку только один раз в течение всей жизни. Субсидию можно потратить на покупку квартиры или строительство дома, только в регионе проживания. Заем можно взять на 30 лет, а первоначальный взнос составит от 10% от стоимости жилья. Также счастливчик должен быть готов заключить трудовой контракт с государственной местной клиникой на срок 10 лет. Государство выделяет средства как на оформление новой ипотеки, так и на погашение старой. Местные власти готовы оплатить 50% в качестве первоначального взноса и остальные 50% в виде ежемесячных платежей по кредиту. Льготнику остается лишь выплачивать проценты. В зоомагазинах «Став» всегда большой выбор кормов премиум-класса для самого привередливого питомца. Наши сотрудники помогут подобрать правильное питание и уход за вашим любимцем. В магазинах ежемесячно проходят акции на разные группы товаров. Выбор аквариумных рыбок приятно удивит. Вы можете приобрести себе маленького друга, грызуна или птичку. Ждем вас в зоомагазинах «Став». В рамках всероссийского молодежного проекта «День единых действий» стартует всероссийская акция по сбору буклатуры «Бум-баттл». Инициатором экологического движения выступают национальные приоритеты при участии Минприроды России, Минпросвещения и ряда общественных и волонтерских организаций. Цель проведения бумажного марафона – максимальное вовлечение населения в активности по сбору макулатуры для дальнейшей переработки, популяризации раздельного сбора отходов и осознанного употребления. В Электрогорске активными участниками этого большого мероприятия стали учащиеся и родители лицея. Вообще эта акция у нас проходит ежегодно. В этом году к нам обратился руководитель приюта для животных «Веста» – это Ольга Петелина. И мы решили собрать макулатуру, а вырученное средство направить на помощь животным – кошкам и собакам. Лицеисты и их родители активно включились в работу по сбору отслуживших книг, журналов, газеты, картона. Гора собранной макулатуры растет прямо на глазах. Спасибо детям, спасибо родителям, которые очень активно откликнулись. Ну и вот результаты мы уже видим. Как-то будете отмечать классы победителей? Обязательно. У нас в этот раз проходит не просто сбор макулатуры, а соревнование, почему мы его и назвали бумажный бум. Каждый класс у нас не просто сдает макулатуру, но и вносит свою цифру в свой график. И на сегодняшний день у нас уже выявились первые победители. Это десятый и третий классы. Их килограммы зашкаливают уже за сто. Поэтому мы очень рады. И для класса победителя будет необычный приз. Открывать секрет мы пока не будем. Но я думаю, что ребята, которые победят, будут очень довольны. Начиная с садика, детей приучают к бережному отношению, к окружающей среде, к нашей экосистеме. И уже в школе полученные знания ребята применяют на практике. Мы ходим периодически на субботнике. Вместе сортируем мусор, убираем улицы. У нас есть уроки экологии. Становится город чище? Да, определенно становится чище. Есть в этом заслуга у вас лицеистов? Да, свою лепту мы точно внесли. С большим энтузиазмом в акции приняли участие и родители. Для них это возможность не только показать детям наглядный пример раздельного сбора отходов, но и шанс правильно избавиться от бумажного мусора. Родители вообще всегда ждут эту акцию. Потому что, во-первых, это, наверное, напоминание их пионерского детства. А во-вторых, во всякой семье наверняка есть та бумага, которую жалко выкинуть. А если эта бумага пойдет на благое дело, то это очень приятно. И, в принципе, у нас все время очень успешно проходит такого рода акции, когда нужно сдавать в торс сырье. Вот и сбор макулатуры – это не исключение. Бумажный бум в обоих корпусах лицея будет продолжаться всю неделю. Поэтому у ребят еще есть возможность пройтись по знакомым и соседям за макулатурой и оказать помощь бездомным животным. И о погоде в завершении выпуска. Ближайшей ночью температура ожидается от минус 5 до минус 3 градусов. Немного потеплеет 11 ноября. Днем столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса. Пройдет мокрый снег и дождь. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. На этом выпуск новостей завершен. Далее в эфире обзор чрезвычайных происшествий и правонарушений, спортивные достижения электрогорцев и репортаж с оперативного совещания в администрации. А я прощаюсь с вами. До скорых встреч на телеканале ТВЛ. Не болейте и берегите своих близких. Редактор субтитров А.Семкин